друзья всем привет рад приветствовать всех на своем канале и по просьбам моих подписчиков сегодня хотел бы полностью разобрать инженера по талантам по особенностям фишкам такой механики и сыграем также игру покажу максимально удобно для меня таланты и принципе вот и все на перед началом маленькая пауза ребят и будем переходить к сути видео друзья совсем недавно в нашей игре появилось секретное слово автора сейчас я вам объясню что это такое перейдя по ссылке в описании на официальный магазин рожая ли а маркет на генсот опитом сплайк вот такой перечень всего того что можно купить возможно вы не найдете то что ищете например пропуска событий но это не беда здесь есть там таверна сезона пропуска все остальное можно приобрести за платину в принципе вот все что есть платье на кристаллы объясняю про слова автора при покупке вот допустим выберем песню платины нажимаем купить здесь вам предлагает выбрать игровой айти она который вы собственно будете совершать покупку допустим вот и к мой иди сразу вылазит такая вот иконочка видеть секретное слово автора мое секретное слово автора алле достаточно простое а л и нажимаем продолжить здесь вы можете написать любое пожелание или сообщение которое хотите чтобы я увидел его обязательно увижу все сообщения вижу читаю с кайфом просто очень много приятного пишется можете плохое типа если хотите нажимаем продолжить и собственно здесь переходится в раздел оплаты выбираете любой платеж и без проблем все оплачиваете заранее безумно каждому благодарен кто поддерживает и тем самым вы поддерживаете мой канал и двигаете прогресс только наверх всем спасибо кто использует и переходим к видео так ребята вот перед нами наш инженер у меня все таланты на него есть сразу давайте к ним перейдем посмотрим защитная матрица в данном обновлении считаю самый такой важный первый талант потому что как минимум от одного эффекта у нас защитит просто при появлении инженер убрасывать детальку и на в кого летит собственно того и защищает то есть если даже в середине игры вам собьют чит то призвав следующего инженера вы можете обратно получить деталь инженера которого уже сбросилась быстро перезарядка не очень потому что она просто на время увеличивает скорость атаки и она сильно не решает во вторым талантом конвейер а после попадания детали еще 35 процентов шанс что вылечит вылетит еще одна деталь но я здесь больше предпочитаю второй талант который при появлении босса дает 35 процентов что вылетит еще одна деталь к потому что потом уже по два босса начинает выходить и это прикольно смотрится третий талант с учетом того что сейчас играют мечи и ловчи вот этого движуха то нам нужно именно этот талант который оптимизирует наших инженеров и максимальный бонус по урону достигается при наличии 10 они 15 там 14 инженеров второй талант при наличии 13 больше инженеров увеличивает бонус на 30 процентов то есть там другая 30 процентов больше урона девять с половиной процентов без мана подает одно усиление за каждую за каждого инженера в цепочке и соответственно если там грубо говоря вас 15 инженеров стоит то это 150 процентов урона умножить еще грубо говоря на одну третью есть процентов урона вы получите с этим талантом и 5 процентов шанса крита ну не знаю а мне так лучше вот этот вот левый правый левый и последний талант собственно прогресс ли они также вызывает деталь при слиянии инженеров вылетает деталька которая также с десятипроцентным шансом может повысить ранг инженера вот левый правый левый талант вы видите максимально комфортно не знаю можете конечно пробовать с другими но не знаю честно по колоде либо ловчий либо меч смотря что у вас есть он как с ловчим хорошо играет так и с мечом в этой игре я попробую сыграть именно с мечом талант правый опять же утильщик чтобы чистить в моменте стол плюс наверное да подкачивать ранги своих инженеров дедушку я не взял потому что и без дедушки выставлюсь дряда обязательно с уроном и орликин можно брать как мари наверное так и гайку насчет снежинки я не уверен ну если у вас нет этих героев то в принципе либо сойка либо же то что у вас есть копье на скорость обязательно неважно какого она у вас по редкости амулет на урон тоже желательно ну и собственно вот вся колода интересный момент что инженеры я раньше думал что увеличение урона не зависит от манапа вот я думал девять процентов да на максимальном уровне и все а теперь я открыл посмотрел и в итоге получается за каждый за каждого последующего инженера на максимальном манапе мы получаем 21 процент урона то есть при левом таланте оптимизации при 10 инженеров у нас будет там ну и так максимальный который только возможно что ж ребята переходим давайте к игре посмотрим чё как и уже будем дальше что-то судить так ребятушки запускаемся в игру у нас 11 тесла мечи ловчий принципе принципе довольно играбельно попробуем что-то сделать сразу постараемся найти инженеров самую левую часть когда они будут наносить чуть раньше урон чем инженеры в правой части и пытаться настакивать мечи пока что не мечей не инженеров у нас нет вот первый инженер на точке здесь мы его конечно оставим чтобы потом уже не искать попробуем сделать так и наверное вот так потихоньку чтобы у тебя конечно убрать вот так и наверное отдам дрядку в меч просто когда у нас есть какие-то другие пешки мечи сами в себя глаза не дают при этом таланте и соответственно от сразу на золото падает на инженера и вот у нас три инженера между которыми вот этот вот меч как ему захочется будет распределять глаза главное чтобы он конечно нам это все не сбивал хотя плохо что он нам будет сбивать наверное щит своими глазами у нас же щит только от одного попадания зависит поэтому просто немножко постоим под копим маны меч немножко покидает и вот потом он начнет соединять мечи и мы начнем тоже их в ответку соединять пробовать искать инженеров и что-то собственно делать урон пока что не особо большой там вот 2000 вылетает это наверное от этого инженера на точке к нему плюсуется вот один инженер который дает пока что 9 процентов друг другу они дают 9 процентов урона а мы сделаем десяточку и урон уже будет там вполне себе хороший плюс под гайкой разогнать это дело так если у него пока что нету смотрим на колдуна вот повысился за счет последнего таланта и также накинул щит поэтому я в принципе и люблю вот этот талант который выкидывает детальку на боссах деталька полетела щит дал повысился повысился отлично принципе то что и нужно инженеру для эпической пешки он наверное на уровне танцовщиц плюс минус 10 11 танцовщицы но опять же он с талантами а танцовщица без таланта нас и танцев по любому сильнее но опять же это глупая дедукция сравнивать танцовщицу легендарную пешку с эпической поэтому принципе не знаю давайте дальше начинать искать еще опнулся хорошо хорошо уже 5 уже 5 кстати просто за счет слияния сделали 5 это мы сразу уберем это мы уберем это уберем и это уберем все у нас улучшается отлично отлично вот она сила слияний так это мы отдадим сюда что по урону вот у нас максимальное количество бонусов цепочки урон в моменте там вылетает под глазами под инженерами которые успели настакать глаза в 300 тысяч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ровно ровно 10 у нас инженеров ровно 10 инженеров так полетели никто не опнулся зато под счетами теперь все очень красиво выглядит этот талант шестеренками так все . 10-17 тысяч принципе неплохо криты 200-300 тысяч инженера выше крыши так будем потихоньку избавляться от всего этого а по все это дело 3 адаме здесь у нас . урона соединяем между собой также инженеров чтобы они накидывали щиты на остальных в это вот это 3 3 варлики но надо куда-то убрать плотина будет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 так 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 если найдем дряду можем убрать в принципе в дряду так вот у нас еще утильщик появляется вначале мечи слил так глупо на самом деле но но уже ничего не вернешь поэтому надо еще пару мечей найти платья в самый конец этот нам не надо мы лучше сделаем вот так подкинем ему вот так получим четвертую ряду так вот так 5 отлично очень хорошо раскачивается стол 1 2 3 6 у нас осталось наверное настакать мечи это нам не надо отличный меч кстати отличный меч выпал пока ставим ладно пока ставим ничего делать не будем хотел я скушать вот этого инженера но следующий вирус поэтому просто будем смотреть чё почем и надеяться на то что наша возбужденный мечик настакает нам чего-то хорошо здесь уже кстати 7 при ты по 900 тысяч наверное это от него летит 900 тысяч крит это вкусно вот принципе как я и ожидал отдаем золотую точку это тоже сюда следующий темный священник и желательно желательно найти щиты потому что у нас три инженеры не под счетами а чувствую чувствую чтобы полетит туда по-любому вот так у тесла уже идет просадочка так после священника подсоединю наверное первых утилей и и дальше уже будем что-то думать так здесь уже девять глазиков отлично проблем нету отлично отлично два пробужденных меча это прям круто если бы игра затянулась здесь конечно уже тяжело ему будет выиграть потому что сейчас темный священник прям закидает его по полной но в любой другой игре мы продержались бы намного дольше потому что у нас нижняя нижняя уровень весь в мечах два пробужденных и в принципе они настакали бы вполне себе отлично на каждом боссе мы бы получали детали за счет таланта инженера который накрывал бы и защищал и собственно крит урон поэтому вполне себе играбельно ребята и именно через 10 инженеров вот здесь мы защитились отлично именно эта игра и через 10 инженеров потому что 13 сделать нереально тяжело особенно с боссами которые вам там руинит вам надо постоянно между что-то поэтому именно в 13 инженерах я вообще не уверен такая вот игра получилось да у нас больше крита да у нас получше шмотки но опять же ребята вот вам показатель теслы тесла меч ловчий против инженера просто с мечом по вещам у него было копье 6 эпическая куртка в принципе ну у нас все получше понятное дело 114 миллионов но это могло быть вполне себе 300 там тире 400 то есть если вам нравится инженер можете спокойно собирать колоду плюс-минус заменять ее на что-то другое нет утиля берите мимо нету мечей берите ловчего вполне себе взаимозаменяемая колода вот надеюсь данное видео вам понравилось было полезным кто-то узнал для себя что-то новое кто-то увидел что это и пешка вообще в принципе может сейчас играть за счет там своего счета повышение тех же самых мечей которые оживляют любую пешку как и дыха потому что мне многие пишут что смотри там дыха заиграл те пешки заиграли с появлением мечей и могут наносить какой-то урон ребятушки безумное спасибо за просмотр подписывайтесь колокольчик лайк для поддержки также спасибо всем кто использует код автора для вас мы готовим скоро бонус приятный скорее всего это будет что-то связанное с клановыми усилениями будем покупать клановые усиления определенным людям которые используют код автора все ребятушки спасибо и получается до встречи спасибо 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 спасибо